Друзья, всем привет! Сегодня на нашем канале поговорим вообще на очень интересную тему. Это, во-первых, плюсы получения вида на жительство Италии. Какие плюсы выступают на фоне других стран ЕС? А также тема, которая волнует практически каждого, кому нужно открывать визу в страны ЕС. Это отказ. Отказ, как его апеллировать и что с этим всем делать. На связи у нас адвокат, лицензированный адвокат Давид Побережский. Давайте начнем с этим. Да, смотрите. Еще раз спасибо, что пригласили на эту встречу на ваш канал. Получение вида на жительство Италии действительно очень актуальной тематикой и очень интересной. Объясним, почему. Ну, во-первых, итальянский вид на жительство. Итальянское, ну, второстепенное потом гражданство – одна из самых последовательных в мире. Италия дает действительно возможность передвижения в большинство странах мира без проблем. И, естественно, итальянский вид на жительство – это автоматическая туристическая виза на период 90 дней в полугодии в любую с 28, других 27 стран Евросоюза. Получение вида на жительство в Италии намного легче, чем в других странах, потому что дает возможность, ну, во-первых, свободное передвижение во многих странах мира, если вы, естественно, дойдете до срока получения гражданства. И дает, конечно, возможность свободного передвижения во всех 27 странах Евросоюза на туристический срок 90 дней в полугодии. В Италии получить вид на жительство давно легко, потому что, в отличие от других стран Евросоюза, некоторые реквизиты рассматриваются более спокойно, и к ним можно более эластично подготовиться. Реквизиты дохода рассматриваются более эластично. Реквизиты жилья и проживания рассматриваются более эластично. У нас в Италии не ведет, ну, до сих пор, помимо ситуации ковида, специфический медицинский осмотр, в отличие от других стран, южных стран Евросоюза. И есть очень хорошие возможности в количестве нахождения, количество дней нахождения в Италии, которые не так щепетливо, не так детально проверяются. Преимущество еще. Италия показала очень интересное внимание к жителям и к иностранцам в момент даже коронавируса, ну, кратко мы его напоминаем, показала возможные бонусы для тех иностранцев, даже которые здесь находились, даже с документами, без документов и так далее. И наличие рабочего, видимо, возможности для всех иностранцев даже получить некоторые бонусы, выплаты для, ну, переживаний в этот момент карантина, вне возможности работы, посещать рабочие помещения и так далее. Гигантские были бонусы тоже назначены для тех, которые имели детей, которые не могли посещать школу и так далее. Поэтому Италия показывает себя сегодня, естественно, как очень интересная страна, дает возможность очень свободно передвигаться по миру и дает потенциальную возможность получить один из самых трех востребованных паспортов в мире. Этот аспект, считаю, очень-очень важный и дает гигантскую возможность для всех бизнесменов, работы, живя в Италии, потом более успешно и спокойно подавать на другие визы. Обращаю еще один аспект и внимание. Если вы имеете вид на жизнь в Италии, имеете прописку, вы завтра намного успешнее, намного легче можете податься на американскую визу, потому что обращение у вас не будет с вашей стороны происходления, а с той стороны где у вас прописка. И понимаете, что рассмотрение американской визы, английской визы и других более, ну, таких трудно знаменитых стран намного будет успешным, потому что их рассмотрение вашего запроса будет намного более гарантированно к самому главному фактору – возможность невозвращения. Если вы показываете, что у вас уже есть нажительство, рабочий вид нажительства в Италии, может быть, недвижимость, может быть, семья, конечно, это гигантский сильный фактор, который исключает какие-либо сомнения, чтобы вы могли получить американские визы, там остаться больше срока. И действительно, многие наши клиенты уже воспользуются этой услугой и действительно свободно проживают в Италии, свободно имеют туристические, постоянные визы в другие страны мира без проблем. И это очень важный фактор. У меня вот есть такой вопрос, наверное, бытового характера в плане отношения к русским, именно, вот просто насколько русские чувствуют себя комфортно? Нет ли каких-то косых взглядов или отношения предвзятого? Значит, сегодня, более даже чем вчера, ко всем русскоязычным нету никаких ограничений. И наоборот, я заметил, что при вот нынешней ситуации с пандемией обращение к русским даже улучшилось, потому что поняли важность русского туриста, поняли важность русскоязычного инвестора и туриста. Никогда до этого не было никаких ограничений для посвящения стран СНГ. В Италии есть ограничения для некоторых стран Южной Америки и Азии, естественно, по количеству обращений. Но это не касается никаких стран СНГ, поэтому насчет этого обращения очень хорошие и свободные. Конечно же, нужно заранее спланировать, как правильно обратиться в консульство, чтобы, ну, показать некоторые факторы, элементы, которые мы сейчас скоро расскажем, которые могут, ну, повлиять более позитивно на практику и на получение, что в из-за туристических и так же и рабочих и так далее. Как Вы считаете, вот то, что было сделано со стороны России, да, была оказана медицинская помощь, были отправлены самолеты с медикаментами, то есть, и я знаю, что в Италии там были даже подняты флаги, там, Российской Федерации. Скажите, вот эта ситуация, она как-то повлияет на улучшение взаимоотношений в плане экономики, открытие виз той же самой, то есть, вот, туризма? Ну, естественно, да, естественно, туризм, ну, специфически из России, из других стран СНГ, потому что тоже Украина, Казахстан, ну, поскольку, я знаю, с соответственной помощью они участвовали в этой ситуации. Конечно, эти деликатные, правильно проведенные дипломатические отношения от наших стран СНГ абсолютно повлияют сегодня уже и будут, тем более завтра, влиять позитивно на потенциальные следующие обращения, естественно. Правильно, Вы задали вопрос, и вот плавно перехожу на вторую тему. Мы считаем, ну, с некоторой ассоциацией юристов, адвокатов и коллегов, профессионалов, которые занимаются иммиграцией, что завтра будут некоторые визы более успешные и распространятся именно специфически с нынешней ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. Все эти визы, которые полагают привлечение инвестиций, повышение качества так называемого «made in Italy» и вообще въезд постоянного проживания в Италии будет более благополучно, чем вчера. Наши университеты, наши школы, они дрожат сегодня по возможности, что не будут новых записей к сентябрю. А инвесторы и туризм и так далее, они все в страхе, что русский инвестор, русский турист может завтра больше не приехать. Поэтому сегодня делается очень сильная маркетинг и реклама к русскоязычному туристу, очень приветствуется всех русскоязычных студентов, которые очень сильно составляют факторы инвестиций, населения в любых итальянских вузов каждый год. И естественно, если ваш проект, переходя на комплексную схему рабочего вида на жительство, кое-как-то хочет повосклицать, поднять тематику экспорта итальянской продукции и так далее, конечно, какой любой проект в такой здоровой направлении будет рассмотрен очень успешно, очень благополучно, более даже чем вчера и более внимательно. Хочу вот тоже осветить такой момент относительно обычных туристических виз. То есть у нас страна очень большая, Россия, и там очень много различных регионов и национальностей. И ни для кого не секрет, что, например, Питер, Москва, там вообще без проблем одобряют визы, то есть там какая-то, возможно, упрощенная система. То есть люди даже не задумываются об этом, спокойно приходят в посольство, сдают пакет документов, получают. Но есть некоторые регионы России, в том числе Кавказ, да, он получает по статистике большое количество отказов. Но с чем это может быть связано, мы примерно понимаем, но по сути человек имеет гражданство Российской Федерации. Да, то есть это там ни Средняя Азия, ни Африка, ничего. Это гражданин Российской Федерации, он подает полный пакет документов, все необходимое. При этом получает отказ, например, и в отказе указывается, что как бы сомневаемся в целях вашей поездки, да, хотя человек прикладывает бронь, он прикладывает гостиницу, выкупленную, билет, то есть все требования соблюдены, но при этом он получает отказ, возможно, как будто какая-то отписка, да, то есть как с этим действовать дальше, да, человек начинает уже бояться, точнее, многие люди начинают бояться подавать второй раз, что они сейчас купят билеты, что они там сейчас забронируют гостиницы, получат отказ, и что с этим совсем делать, как бороться с этими отказами, если человек действительно намерен съездить в туристическую поездку. Ну, смотрите, действительно, ваш опыт, у нас у всех есть опыт, что некоторые регионы России имеют более трудное рассмотрение даже нормальных стандартных обращений, которые соблюдают все реквизиты, действительно, этот опыт есть, это факт. Мы можем подумать и посоветовать, обратить внимание на некоторые аспекты. Естественно, каждый раз, когда мы подаем на турвизу, на любую визу, нужно обязательно подчеркивать интерес для этого туриста в этом посещении. Может казаться абсурдно, но нам тоже бывало видеть отказы, когда человек имеет уже аренду, уже записан, там, не знаю, там, курс образования, и консульта отвечает каким-то стандартным обращениям, не видим ваш интерес. Интерес очевидно, я хочу идти учиться в эту страну, потому что, как видите, у меня уже снята квартира, купим билет и оплачен университет. Как может быть у меня интереса? Тем более, тем не менее, смотря как мы это смотрим, можем посоветовать добавить некоторые дополнительные элементы, факторы в ваше обращение. Как, например, намерение купить недвижимость. Просто намерение, не факт, вы купите. Намерение записаться на какой-то курс танца, обучения, кухни, образования. Может быть, иметь какое-то дополнительное приглашение к какому-либо. Что я хочу сказать, что вместе можно всегда, case by case, зависимо от трудности или от предвидимой трудности, добавить какие-то дополнительные элементы. Но, естественно, я всегда шучу, воспользуюсь этим с моей частью, скажем так, еврейской крови, которую я шучу иногда и говорю. Конечно, в Италии лучше всегда обращаться к сантехнику через адвокат, я всегда так говорю. Конечно же, если мы видим, что какой-то аппликант уже получил отказ по каким-то не очень понятным реквизитам и так далее. Конечно, как адвокат я отвечаю вам сегодня. Правильная процедура, которая написана в самом отказе, это обращение в итальянский суд. Практически не входит это выгодно ни по срокам, ни по экономике делать такое обращение. Намного проще переподаться. И обращаю внимание, переподача навсегда возможна, потому что меняются реквизиты, обращается внимание на другие элементы. Но по административному итальянскому закону, прежде чем дать отказ на любую визу, должно быть предупреждение. В нашем опыте действительно можем посоветовать обратиться к специфическому профессионалу-адвокату, чтобы ответить на предотказ. Действительно, в нашем опыте, уже проверены на практике, на предотказ очень успешно влияет дополнительно раздельное письмо от местного национального адвоката, который пишет на своем великолепном, красивом родном языке и который объясняет. Или можно, естественно, посоветовать заранее, зависимо от интереса и от каждого кейса, если мы предвидим, что есть элемент отказываемости или нет, может быть, это сопроводительное письмо сделать заранее. Действительно, когда делается, готовится пакет документов, хотелось бы, чтобы каждый раз по списку, который мы видим даже и в консульстве документов, было бы уже автоматический формальный ответ. Но, может быть, иногда можно посоветовать, сделать дополнительное разъяснение и сказать, «Уважаемый генконсец, обращаем внимание на обращение господина такого-то, такого-то, который действительно обратился к нам, чтобы тем более и помимо всего этого рассмотреть возможность инвестиций там в это, в это. Или действительно мы ему помогали оформлять там визу туристическую, или действительно мы ему организовали туры, или действительно мы ему организовали школу, обучение и так далее». По практике и по факту такой тип обращения может помочь. И обращаю внимание, если у вас были какие-либо отказы, не расстраивайтесь, Потому что иногда это рассмотрение может быть сам фактором не самого итальянского консульта, а может даже просто сотрудника российского, кого-либо страны, который просто не досмотрел вашу процедуру на уровне визового центра. Бывает, к сожалению, это и есть такой фактор. Мы не будем говорить, то есть визовый центр не работает правильно и хорошо, мы не будем там обвинять никого-либо. Бывает иногда просто, понимаете, не обращать внимания на некоторые аспекты. Бывает много обращений. Может быть, мы увидели какой-то документ. Но если правильно переподать и правильно, может, обратить внимание, сделать дополнительно, может, сопроводить на письмо, я считаю, ну, опять-таки, в большинство случаев можно получить более успешный результат, чем, может быть, на просто обращение. Конечно, лучший совет, не изобретайте себя, не идите в визовый центр или к агенту или к профессионалу после того, как вы уже сами, входя на сайт консульства, сделали обращение, вам дали уже отказ. То есть правильно всегда обратиться в агент, в правильную агенту, в правильную профессионалу, чтобы сделать и помог бы он, он, она, вам, это агентство, вам уже сделать это обращение. Не обязательно к адвокату, но есть именно вот центры, как вы именно делаете и помогаете, как я знаю. Это, естественно, советуется. Совершенно верно, приведу примеры жизни, вот была такая ситуация, к нам обратилась вот женщина, как раз эта пенсионерка, у которой был отказ и не один, и причем все эти документы настолько были чистые. И мы пытались ей помочь, да, и мы писали письмо консулу генеральному с детальным разъяснением всех обстоятельств, но случилась такая ситуация, что она в силу своего стресса на нервах начала сама писать консулу просто в свободной форме какие-то претензии. И просто, когда мы пишем такое вот письмо, все официальное, там, красиво все написали, изложили, и получается идет переписка с двух аккаунтов, там происходит одно, здесь другое, конечно, такая путаница. То есть, если человек доверяется, он должен уже полностью, да, довериться профессионалу, и что будет все замечательно. Вот правильно ли я вас поняла, что если нет предотказа, то есть никакого документа, который будет свидетельствовать об отказе, то есть человеку не дают возможность исправить его документы, если есть какая-то ошибка, да, то на этом основании мы можем апеллировать, да, и как-то... Потому что на нашей практике никогда не было вариантов, чтобы кого-то предупреждали, то есть просто приходит паспорт, с паспортом листочек, где указан пункт отказа. Я считаю, как? Консульство рассматривает по-разному просто туристические визы или, естественно, визы Д. На визы Д у меня в опыте никогда не было просто отказ, то есть всегда есть предупреждение. Действительно, я соглашаюсь с вами, по туристическим визам иногда приходит просто ровно сразу отказ. Мы можем всегда посоветовать сделать личное обращение, электронной почты или записное письмо в консульство, и, как вы ей советовали, с просьбой пересмотреть процедуру или обратить внимание на некоторые другие элементы, детали, которые были в ней содержаны, которые, может быть, они не увидели. То есть тематика некого диалога и общения с консульством всегда есть. То есть это не просто какая-то стена, где кладешь монетку, да, нет. То есть это, ну, живые люди, живые профессионалы, которые рассматривают процедуру и понимают. Поэтому совет это следующий. Не писать сами. Вы можете написать, ну, помимо оскорбительного письма, можете написать неправильные детали, элементы. А можно всегда обратить внимание с точки зрения миграционного профессионала на некоторые факторы или не факторы. Например, ни в коем случае нельзя говорить, что есть возможность там остаться день больше. Ни в коем случае нельзя говорить про неналичие средств. Ни в коем случае нельзя говорить про какой-то дополнительный интерес, а я хочу туда поехать и рассмотреть работу. То есть ваше аппликейшн, ваше рассмотрение должно быть абсолютно линеарной, логической, с целью вашего посвящения. Вы едете как турист, только как турист. Что вы потом там хотите сделать интервью на возможную работу, сделайте его. Но ни в коем случае вы не должны быть, поймите меня правильно, честными с консульством. С консульством нужно быть правильными, честными. Нужно быть в рамках той процедуры, к которой вы обращаетесь. В этом есть и разница профессионала. Мы не говорим скрывать вещи, мы говорим не говорить правильные вещи. В этом есть чуть-чуть именно вот этот нюанс и разница. Да, элементарно просто на моей практике был отказ по туристической визе и рекомендации подачи на другой тип визы. То есть консул рекомендует, вам не виза С нужна, а вам нужна виза Д. То есть всякое бывает. Но я думаю, что эту тему мы раскрыли довольно-таки обширно. Еще раз спасибо за такие подробные ответы. Очень много для себя узнаю интересного. Вообще просто тоже детали очень интересные, как и страна. Я надеюсь, обязательно приеду к вам в офис. Может быть личное интервью какое-то сделаем. Довольствие, почему бы и нет. Да, погода сейчас как раз становится все лучше. И вроде границы скоро будут открыты. Спасибо вам, Давид. Будем на след. Спасибо вам. Спасибо. И все удобно. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok